друзья всех приветствую на канале с вами алис кер вот в первую очередь хотелось его перед вами извиниться то что не было так долго видео вот но я постараюсь чтоб этого не повторилось но дело не об этом новый выпуск в этом выпуске вы увидите как мы с малиндель вот что еще есть два варианта то есть из жесткого битыма его нужно поместить в морозильник заморозить чтобы он стал хрупким вот потом дробишь его на мелкие кусочки и растапливаешь бензин есть еще техно николь праймер жидкий он уже и тоже разбавляешь его с бензином тот и тот вариант подходит вот по поводу пропорции четких пропорции нету то есть все делается на грамм на глаз вы берете в руку дель какой-нибудь . окунаете смотрит насколько он становится черным и пропитывается ли вообще или нет вот сегодня мы вы увидите полностью процесс именно так как мы делаем это мы делаем только с сухой то есть и с твердой вот потому что так дешевле ну что я праймер техникуле стоит дороже намного вот и это затратнее но все друзья всем приятного просмотра мы начинаем вот я купил битон такой вот прям плиту он твердый тут уже отломил кусочек он уже не целый вот этот кусочек на мелкие частицы разделил вот и к ним поместил в этот в морозильник потому что сейчас на улице жарко вот и когда без молотком он не разбивается не крошится она мнется вот немного охладим потом поставлю на плиту и буду крошить очень на мелких частиц друзья продолжаем процесс смоления показывала в общем вот выглядит как смола я вчера ставил ее на сутки в общем вечером положил после обеда где-то в морозильник все она замерзла и стала очень хрупкой показываю как выглядит процесс вот немножко бьем и она вот видите как крошится очень сильный вот в такой вот уже получается порошок она превышается такой чем мельче тем лучше без этих крупинок не получается мне потом будем растворять вот но потом уже дело за маму накрываем вот так вот и начинаем включать молотком накрыли все погнали в общем все вот и соответственно потому что что у нас получается вот такая красота у нас получается здесь есть вот такие вот крупицы блин конечно же лучше бы их конечно измельчить еще мельче так вот потихоньку но видите как они разбегаются то есть разлетаются точнее туда-сюда вправо-влево вот это не не очень хорошо сейчас еще раз пройдусь все думаю этого достаточно будет так вот такой кусок у нас большой раскрошу большие куски плохо растворяются точнее даже не растворяются все делают по-разному вот мы делаем вот так друзья также вот купил бензина здесь бензин купил обязательно 95 потому что плохом некачественным бензин то есть любой бензин не подойдет нужен качественный бензин хороший вот и в хорошем бензине он прекрасно растворяется ну что сейчас будем все это вам хотелось показать как могут все приехали домой запрет как сушим трояки как выглядит вообще этот процесс вот друзья вот так вот выглядит сушка трояков они только растянутой полностью да все друзья сейчас давайте я все подготовил уже взяла такую бадью взяла такую дель на пробу чтобы нам проверять смотреть что и как так у нас там есть вода но ничего страшного просто помогут этот вот это вот тару он был песок всякие ветки потому что он лежал на улице достаточно так наливаем бензин вылим в общем все все 10 литров и 10 литров вылили все давайте потихоньку засыпать набит вот так засыпали допустим все начинаем такой трубку я взял на мешать все растворялось процесс этот не быстрый вообще не быстрый придется по традиции в общем так посидеть мешать я чувствую даже на дне то что не растворилась ничего бензин свое возьмет телефон хорошо что не вбитом давайте засыпем еще так вот так вот так вот так сейчас попробую даем чтобы немного питалась вот вам эффект вот друзья такой эффект какой был до этого видите коричневый в самом начале когда я пробовал какой сейчас ну и как бы в самом начале какая модель какая она черная берите пример пользуйтесь я уверен то что это вам поможет стопудово рыбалки так но мы сейчас еще раз я немного замечу еще там пару кусков добавим сюда помешаем для точности и все на этом потом уже присыплен к смолению уже готового бочек модели покажу уже тому как с молим как вешаем вывешиваем все на все друзья надеюсь что было очень полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал будем показывать рассказывать все что вы хотите но и будем также сами придумывать разные видео все друзья всем приятного просмотра я погнал дальше вы не переключайтесь сейчас будем показывать как мы вот такие бочки то есть не кольцо готовое в шланге а просто самую бочку готовую зашитую с усынками буду сейчас вывешивать но еще кстати можно смотреть допустим не вот так дель отдельно да можно сделать такую бочку и смотреть прямо в бочке но это большой расход то есть для этого нужна большая круглая водя которая у нас там есть вот под размер кольца туда вливается большое количество бензина вот то есть не 10 литров а 50 100 там до бесконечности и окунаю сюда полностью и вывешивается окунается вывешивается окунается так по очереди а мы усложняем себе задачи это просто очень легко потому что эти такие бочки можно сделать дома внутри лучше собрать думать сделать вот а мы себе усложняем задачу потому что вот такую смоленую дверь дома уже не сделаешь потому что она по первой пахнет это ничего страшно бензин просто бахнет и все но потом она улетит и улетучится и не будет никакого запаха это ну первый первый день два все вот ну и на этом просто не хочет думать там чтобы стоял запах и все такое из-за этого приходится работать нужно будет работать на улице вот как то так вот она смоленая руками держу она ничего не пачкается друзья и кстати бензин он живите имеет свойство улетучиться вот я уже по-моему на глаз вижу то что начале ролика было побольше бензина ну все я понял дальше на канал ставьте лайки пишите комментарии и очень интересно напишите пожалуйста в комментариях будет интересно ли вам тема подводной охоты вот но я буду только снимать то есть если буду не стрелять то только для себя там для ухи и не больше вот чисто так для кайфов вот пишите комментарии будет ли это интересно подписи на канал ставьте лайки и жми на колокольчик ну вот друзья одеваем перчатки в общем вот такое количество дели у нас присутствует который нужно смотреть но это не все еще но все равно еще раз помешаем предварительно мешаем все друзья начали смотреть берем дрель бочку да и надо распустить лучше всего хорошо просмолилась все окунаем вот так вот так вот так вот такие перчатки вот и все на смоленую даем немного стечь бензина какая на черная так должно быть все вот так вывешиваем если на такие вот есть эти гвоздики вешаем все и так по очередности будем сейчас все это вывешивать вот на возможности лучше так вот развесить так быстрее высохнет конечно если некуда торопиться пускай весит так тоже высохнет все продолжаем вот из-за этого смоленую стоит дороже потому что во первых ты мы усложняем себе задачу так как все приходится делать на улице они дома внутри помещение в общем вот это во первых во вторых вот этим всем заниматься так стоять каждую бочку каждый двор карты каждое крыло извините меня найти арома тут такой стоит бензина такой кумарит конкретно конечно все те кто узнает что такое чуфаница все ночи фанец мне уже голова там шатает уже голову так вот в общем я засмолил вот такое количество дели вот так это все выглядит это самое начальное давайте попробуем вот все это уже смотрим все черные цвете чего все как надо вообще сказать еще немного простоит проветриться просохнет вот еще у нас здесь есть только что я сделал вот такое количество бензина с новыми осталось вот ну вроде все друзья на все надеюсь что все показалось все разъяснил все четко вам в общем показалось и все было доступно непонятно если будут вопросы какие-то пожелания может какие-то новые идеи вот рыбаков правилосыков пишите ниже в описаниях будет очень интересно вот ставьте лайки подписывайтесь на канал следите за нашей жизнью лично в наших социальных сетях друзья и всем удачи всем пока надеюсь всем было очень полезно всех обнял